Всем привет, ребята! Как и обещали, мы приехали в зоопарк. Сегодня 9 мая и сегодня для нас вход в зоопарк будет бесплатный. Поехали мы машиной, ехали полчаса, это гораздо удобнее, чем ехать общественным транспортом. И мы еще посчитали, что это не дороже, чем ехать общественным транспортом. Но в нашем случае общественный транспорт сейчас бесплатный. Если бы мы покупали билеты на транспорт, то машиной нам было бы дешевле. Машиной у нас получилось что-то около 3 евро мы потратили на бензин. Все, идем в зоопарк, смотреть, что это зоопарк и сравнивать его. Очень мне хочется почему-то его сравнить с нашим, с киевским зоопарком. В Украине, как бы, в других таких больших зоопарках я не был. Но киевский зоопарк сейчас конструируется и посмотрим. А, кстати, я еще был 12 месяцев в зоопарке. Посмотрим, где лучше. Здесь нам на семью обходится 70 евро входной билет. Это два взрослых и двое детей. У нас, конечно, цены подешевле. Может, из-за этого как бы не будут отличаться сами зоопарки. Ну, давайте все смотреть. Ну, вот, собственно, и цены. 22 взрослых, семейный 56 с одним детем. Либо один взрослый и двое детей 49. Отдельно за каждого ребенка 13.50. Ханды, это плюс еще можно взять с собой собаку в зоопарк. Как-то это для меня очень странно. Но, да, можно сходить с собакой в зоопарк. 6.50. Идем на ресепшн. Сейчас нам там должны что-то выдать. И будем проходить уже в сам зоопарк. Так, так, так. Действует карантин везде. Ну, люди в самом зоопарке ходят без масок. Но сейчас вот будем заходить на администрацию. И нам нужна будет маска. Как видите, вот человек вышел с собакой. Так, сервисный центр. Стоп. Заходим все вместе, потому что мы семья. Да, маска нужна. Вот схема зоопарка. Он разделен на три тематические зоны. Это Азия, Африка и Аляска. Плюс-минус везде по 2 километра в каждую сторону. Посмотрим, насколько это много. И сколько здесь животных. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»